Трактор гостит в посёлке Мостовая уже не первый день. Ковш за ковшом, метр за метром. Продвигается техника вдоль водоотводных канав. Каких-то демонтических последствий на этой территории быть не должно. Те работы, которые мы провели, они должны быть в принципе. В этом году у нас есть на скульптуре, мы можем стоить на все канавы, которые сейчас есть. Там идёт достаточно активный сток воды. Пока коммунальщики расчищают и поправляют противопаводковые истоки, спасатели отрабатывают действия при возможном подтоплении жилых территорий, общаются с местными жителями. Проведено оповещение населения. Население проинформировано о действиях, которые необходимо будет производить в случае подтопления территорий жилого сектора. Они подготовлены к развертыванию пункта временного размещения, которые у нас находятся на территории города. Проведены тренировки, проведены учения. По мнению специалистов, в регионе остаётся всего три болевые точки, где необходимо в ближайшее время провести все необходимые противопаводковые работы. Это Димитровград, Сурский и Новоспасский районы. Ульяновск же в этом году можно поставить в пример. Надо отдать должное. Работа проведена значительно на порядок, более лучше, чем в предыдущие годы. Водопропускные каналы все очищены. Воду принимают, воду уводят. Чего не скажешь, важно в отношении отдельных муниципальных образований. Прошу особое внимание уделить этим вопросам. Отдельное внимание автомобильным дорогам, мостам и путепроводам, где сейчас проводится масштабная уборка снега с проезжих частей, пространство под мостами и в районе водопропускных труб. Для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход талых вод, все работы должны быть завершены к 5 апреля. По автомобильным дорогам у нас традиционно есть 9 участков автомобильных дорог, где происходит подтопление проезжей части. Круглосуточно выставлены посты наблюдения. Назначены ответственные лица за наблюдением от департамента автодорог, от подрядных организаций. Заготовлено более 1000 мешков с песком для того, чтобы сооружать дамбы. Также в целях сохранения автомобильных дорог с 1 по 30 апреля вводится ограничение движения большегрузного транспорта, которое будет распространяться только на региональные и межмуниципальные дороги. Владимир Гаврилов, Александр Кудряшов, репортер 73.